Отец, мы открываем наши сердца для того, чтобы принимать Слово Божие сегодня. Я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы это послание было высвознено так же ясно, как Ты открыл его мне. Помоги мне своим помазанием. Я отдаю себя в руки Великого Учителя, Духа Святого. Чтобы Он поднялся внутри нас всех. И чтобы мы увидели это, Иисус. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за точность Духа Святого, за честность Слова Божьего. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Гория. Мне придется снять это с себя. Аминь. И сегодня я должен взяться за дело. Просто здесь немного жарко. Слава Богу. Аминь. И разрешите мне начать вот с чего. Пока вы открываете в Библии 31 Псалом. 31 Псалом. А после него мы посмотрим еще несколько мест Писания. Разрешите мне напомнить вам о том, что Иисус служит. Он пришел для того, чтобы исполнить то, что было заповедано Адаму. То есть быть благословленным. Размножаться. Плодиться. И наполнять землю. Поэтому согласитесь о том, чтобы получить это. Аминь. Теперь, что касается главного благословения. Главное благословение. Сила для того, чтобы плодиться, размножаться и наполнять землю Божьей славой. И я хочу, чтобы вы кое-что увидели в 31 Псалме. Это благословение. Главное благословение. Сила этих слов. Слово благословен. Первый раз было использовано как провозглашение. Именно это оно и означает на иврите. Провозглашать. Именно так Бог сотворил небо и землю. Он провозгласил свет, будь и стал свет. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Чем? Эдемским садом. Поэтому сила главного благословения, главного провозглашения в освобождении Божьей славы в жизнь семьи Адама преследовала одну цель. И Бог никогда не изменяется. И та же самая цель сегодня состоит в том, чтобы творить Эдемский сад везде, где оно высвобождается верой, надеждой и любовью. Вот для чего оно предназначено. И в первую очередь, его цель состоит в том, чтобы убрать все следы греха. Ни один рожденный свыше верующий не должен жить в проклятой среде. Нет, нет. Никогда. Итак, первый стих 31-го псалма. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть не имеет претензий по поводу греха. «И в чем духе нет лукавства». Что автор только что сказал этим? Он сказал, что человек, остановивший грех в своей жизни, благословлен. Вы создали атмосферу, где благословение может делать то, что оно должно делать. Поэтому сейчас у нас есть рабочее определение слова «грех». Я не говорю о том, что представители одной деноминации называют грехом, а представители другой – нет. Я говорю о том, что Божье Слово называют грехом. И грехом является все, что высвобождает страх и останавливает благословение. Именно это он представлял собой в самом начале. Именно это он представляет собой и сегодня. Аминь. Страх является грехом. Он останавливает благословение. Знаете, на это можно потратить много времени. Но сегодня у нас другая задача. А теперь внимательно посмотрите сюда. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Имейте в виду, это все, что было доступно в Ветхом Завете. Тогда грех мог быть покрыт, но наши грехи не покрыты. Наш грех был удален, уничтожен. Слово «уничтожен» является правильным. Оно используется в расширенном переводе Библии. И вот в каком контексте. Кровь Иисуса не просто удалила от нас долг нашего греха. Она не просто отметила, что этот долг оплачен, как некоторые предполагали. Нет, нет. Она стерла все, что было написано в долговой записке. В небесах ее не существует. Там нет никакой записи о вашем грехе. Ее не существует. Ваше имя записано в книге жизни Агонца. А если еще нет, то может быть записано по истечении 30 секунд, то есть после вашей молитвы покаяния. Как имя апостола Павла оказалось в книге жизни Агонца? Благодаря одному слову. Господи! Самая короткая молитва покаяния в истории, но она сработала. Аминь. И мы немного исследуем этот вопрос. Давайте откроем... Я хочу прочитать несколько мест Писания, в этой связи, поскольку я хочу, чтобы вы по-настоящему поняли это. Давайте откроем 4 главу послания к римлянам. И мы увидим это в Новом Завете. 4 глава послания к римлянам, начиная с 6 стиха. Здесь приводится цитата того местописания, которое мы только что читали, а также некоторые комментарии к нему. Так и Давид называет блаженным человека. Это изумительно, не так ли? Блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию, то есть к евреям, или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Здесь буквально говорится о том, что Бог вменил праведность Аврааму, а затем он был обрезан в знак этого. Он не был признан праведным потому, что был обрезан. Видите? Праведность вменилась ему потому, что он верил Богу. И здесь есть кое-что чрезвычайно интересное. Я задавал Господу вопрос об этом в самом начале моего служения и моего призвания. Я вырос на западе Техаса и не был хорошо знаком с моими родственниками по линии отца. Они жили в Калифорнии, а мы жили в Техасе. Но я хорошо знал своих родственников по линии матери, и я похож на них. Я очень похож на своего деда и на брата моей матери. И они индейцы Чироки. Это очень сильная индейская кровная линия. Поэтому я очень хорошо осознавал тот факт, что я индейец. И мне это нравилось и до сих пор нравится. Аминь. Мой дедушка был индейцем Чироки. И он был моим героем. Слава Богу. И мне стало очень интересно, когда я узнал, что этот Новый Завет является новым договором или соглашением. Мне всегда хотелось, чтобы у меня был кровный завет с каким-нибудь кровным братом. Но я никак не мог уговорить ни одного белого мальчишку пролить хоть каплю крови. Им это было совсем неинтересно. Аминь. Мы с Джерри Савейлом говорили об этом. Предки Джерри тоже были индейцами Чироки. И мы с ним говорили об этом. Он сказал, мне всегда хотелось, чтобы у меня был кровный брат. Но как только достаешь из кармана пирочин и ножек для того, чтобы приобрести кровного брата, все мои друзья мигом разбегаются. Если бы мы с Джерри повстречали друг друга, тогда, уверяю вас, вы стали бы свидетелем пролития крови. Ведь мы всегда искали себе кровного брата. И я обнаружил, что Иисус мой кровный брат. Аминь. Благодаря его крови. Я задавал Господу вопрос. Это было давно. Тогда я не понимал. Я только сейчас начинаю понимать суть этого. Я спрашивал, почему знаком этого кровного завета с Авраамом, видите ли, Бог дал Аврааму клятву. И он стоял в крови, когда произносил ее. Он сказал Аврааму приготовить животных для пролития крови. Авраам принес кровную жертву, а затем Бог явился ему, и он пришел в огне. Библия говорит, что он был как будто огненная, пламенная печь. Бог подождал, пока стемнело, и навелся он на Авраама, который должен был стать Авраамом, для того, чтобы у того было какое-то духовное представление о том, что происходит. И Бог прошел в крови между животными. Я знаю, на все сто процентов, что Авраам видел его следы в той крови. И Бог повернулся к нему, указал на него пальцем и дал ему эту кровную клятву в отношении благословения. Он сказал, благословляя, благословлю тебя и храня, сохраню тебя. Я буду вести твои сражения за тебя. И что касается меня, это мой завет между мной и тобой. Плодись, размножайся и наполняй землю. То же самое благословение, видите? Бог стоял в крови, указывая пальцем на Авраама и сказал, таким будет семя твое. И поклялся ему и его семени. Вот почему это так могущественно, когда мы читаем, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Боже мой, у нас есть клятва, данная на крови, но не на крови животных. Наша клятва дана на крови Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Я говорил, Господь, почему знаком этого завета, когда человек проливает свою кровь? Этот момент я мог понять, ведь у Бога не было крови, у Него не было физического тела. Оно появилось у Него позже. И когда у Него появилось физическое тело, Он пролил свою кровь. Он пролил свою кровь, когда висел на кресте на вершине горы, так, чтобы Его видел весь мир. Но у меня был вопрос, почему знаком того завета было обрезание? Я этого не понимал. Поскольку в те дни и до этого, при заключении завета, люди делали себе шрам на открытом месте. Вы помните, что Давид и Иоаннафан были кровными братьями. Они вступили в завет. И это было могущественно, поскольку Иоаннафан передал Давиду свой ранг. Но опять же, у обоих из них шрам был виден. Этот шрам был очевиден. И благодаря нему вы могли знать, что Давид состоит с кем-то в завете. И как оказывается, он в завете самим принцем. Аминь. Что делает его заветного отца царем. Что ж, все это чрезвычайно символично. Но шрам был виден. Давид всегда отдавал себе отчет о нем. Став царем, он ходил по дворцу. Я просто могу видеть, как он потирал тот шрам. И он ходил по дворцу. Он сказал, не остался ли еще кто-нибудь из дома Иоаннафана, кому я оказал бы хесет, или милость. Я просто могу видеть, как он потирал свой шрам. Это беспокоило его. Он хотел явить милость кому-нибудь в рамках того завета. Боже мой. Именно так ведут себя люди, состоящие в завете. И ему сказали, да, есть Мимфиоасфей. Он в Ладеваре. Давид сказал, пойдите и приведите его. Разве вы не видите, что Мимфиоасфей совершенно не понимал, что происходит? Вдруг за ним приходит израильская армия. Почетный караул пришел и забрал его. Его привели к Давиду, а он пал на свое лицо и сказал, я лишь пес в твоем присутствии. Давид сказал, поднимись, сегодня ты будешь есть за моим столом. Представляете? Слава Богу. Это сын моего брата по завету. Что ж, знаете, я изучал все это. Я знал все это. Я спросил, Господь, почему ты сделал так, чтобы знак этого завета с Авраамом не мог даже быть знаком гордости? ведь он был спрятан и согласно Божьему закону его никто не мог видеть. Я спросил, почему его знаком было обрезание? Бог ответил, чтобы люди знали, что тот или иной человек состоит в завете со мной, только лишь видя благословение на нем. Бог сказал, я хотел, чтобы люди видели мою силу, а не просто шрам на теле. Я хотел, чтобы люди знали, что Бог всемогущий дал богатство тем, кто в завете со мной. Разве вы не помните, что именно это сказал Авраам, когда Содомский царь пришел и сказал Аврааму, можешь взять все это себе, только отдай нам людей. Авраам сказал, я не возьму даже ремня от твоей обуви, я не возьму ничего, кроме той пищи, которую мои воины ели в поле, чтобы ты не сказал, что это ты обогатил Авраама. В Вибрии сказано, что Авраам поднял руку к небу. Он сказал, никто не сделал меня богатым, кроме всемогущего Бога. И именно тогда Мелхиседек пришел к нему с хлебом и вином, символизирующими завет, и назвал его владыкой неба и земли. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте посмотрим на это еще раз в 4-й главе послания к римлянам. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Давайте откроем 5-ю главу 2-го послания к Коринфянам. 5-я глава. 2-го послания к Коринфянам. Мы не будем тратить на это много времени, поскольку мы движемся в другом направлении, но мы не можем его коснуться, не увидев этого. 5-я глава 2-го послания к Коринфянам, и мы начнем с 17-го стиха. Итак, кто во Христе? Что означает кто? Любой проповедник? Нет, любой человек. Что ж, можно сказать, любой человек, который во Христе, является новым творением. Он был пересотворен в своем духе. Он не просто старый прощенный грешник. Да, знаете ли, просто старый грешник, спасенный по благодати. Что ж, невозможно быть и тем, и другим одновременно. Вы либо старый грешник, либо спасены по благодати. Поэтому избавьтесь от ярлыков, которые говорят о грехе. Они вас искалечат. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего, разве это не прошедшее время? Он уже примирил нас. Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. не вменяя людям преступлений их. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А теперь послушайте внимательно. И дал нам слово примирения. мне не важно, даже если вы только что пришли с улицы и не имеете ни малейшего представления о том, что сделал Иисус и всю свою жизнь жили в грехе, Бог не вменяет вам этот грех. Он не вменяет вам Его. Он примирил вас с Собой, когда Иисус висел на кресте и проливал свою кровь. Аллилуйя. Благословение здесь. Но Он не примет это решение за вас. Давайте будем читать дальше. Просто прочтите, что говорится далее. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Апостол Павел сказал, Бог призвал меня говорить от Его имени. Взгляните сюда. От имени Христова просим. Я говорю от имени Иисуса. Я убедительно прошу вас. Я даже молюсь о том, чтобы вы примирились с Богом. Ведь Он уже примирился. Он уже дал добро. Он уже стер ваш грех кровью Иисуса. Он уже стер запись в долговой записке против вас крови Иисуса во имя Иисуса и Своей силой. Он может сделать все за исключением того, чтобы принять решение о примирении с Богом за вас. И знаете, нас обвиняют, говоря, вы все слишком упрощаете. Вы все слишком упрощаете. Это не я все упростил. Но у меня есть служение примирения. На самом деле это было тяжело. Иисус выполнил всю тяжелую работу. Он пролил свою кровь. Он отдал всего себя. Он взял ваш грех. Он понес наказание за него. Ваш грех уже был наказан. Что ж, брат Коплан, тогда выходит, что все пойдут на небеса. Мне бы этого хотелось, но некоторые глупцы отказываются принять это. Иисус сделал все, кроме одной вещи. Он не мог помолиться за вас молитвой примирения. Вы сами должны это сделать. Вы должны принять решение. Я принимаю это предложение. Я вступаю в завет с Богом. Я принимаю то, что мои грехи омыты. И взгляните на последний стих этой главы. Боже мой, вы готовы к этому? Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Боже мой, аллилуйя. Вы не заехали в гараж, будучи фольксвагеном, а выехали к дилакам. Нет. Когда вы были фольксвагеном, вы умерли, вас отвезли на свалку старых автомобилей, вы были полностью переделаны и превращены в Роллс-Ройс, слава Богу, в машину для царей. Аллилуйя. Видите, вы не просто старый грешник, спасенный по благодати. Вы примирились. И когда это произошло, вы стали новым творением в Иисусе Христе. И любовь Божья, любовь Божья, любовь Божья излилась в ваше сердце самим Святым Духом. Что? Любовь Божья, сам Бог. У вас есть все Его качества. Все, кем Он когда-либо был или будет, окажется в вашем Духе в тот самый момент, когда вы будете перестворены в Иисусе Христе. Благословлены. Благословлены. Благословение на вас. Давайте поговорим о хождении в любви. Подумайте об этом. Я хочу, что вы также еще потом поразмышляли об этом. Подумайте об этом прямо сейчас и запишите где-нибудь, что вам нужно поразмышлять об этом. Все десять заповедей являются действиями любви. Любовь создала эти заповеди и они были заповедями потому, что Бог исполнял благословение в жизни своего народа и был намерен продолжать делать это до тех пор, пока не родится Иисус. И тогда благословение смогло бы высвобождаться в них и через них. Но до тех пор оно было лишь на них, над ними и вокруг них для того, чтобы защищать их. Им необходимо было ходить в этих заповедях для того, чтобы они могли исполняться в их жизни. Что ж, у тех людей не было откровения об этом, не было духовного понимания. они были духовно мертвыми людьми. Им только дай волю, и они уйдут с правильного курса и снова подключатся к дьяволу. Но посмотрите на Ное. Бог благословил его и его семью и сказал ему то же самое, что он сказал Адаму. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Он сказал ему то же самое, сделал радугу в качестве знака завета с этим человеком, причем не только на обычном небе, но и в Божьем тронном зале. Там радуга опоясывает весь зал. Об этом говорится в Писании. Джесси Дюплентис видел ее, он был там. Она окружает небесный тронный зал. В каком направлении Бог не посмотрел бы, он видит эту радугу как знак того завета, который он заключил с Ноем. И что сделал этот человек? Что ж, сначала его дети все испортили. Вернее, не все, но один. А затем Ноем напился. Это была плохая идея. Он использовал Божье благословение для того, чтобы вырастить виноград и сделать вино, и напился так, что не держался на ногах. И в чем была его проблема? Он не учил своих детей. И Бог нашел человека по имени Аврам и сказал, «Этот человек будет учить своих детей». И это перейдет от поколения к поколению. И в конце концов мы осуществим задуманное. Но подумайте о том, что Богу пришлось повелеть израильтянам. Ему пришлось составить ряд законов и заключить с ними открытый завет. Бог сказал, «Если вы будете в завете со мной, если вы будете хранить этот завет, если вы будете соблюдать постановление этого завета, тогда я благословлю вас и сохраню вас, и пойду перед вами, за вами, над вами, и под вами. Я позабочусь о вас, и я дам вам эту землю». Люди не поняли ни единого слова из того, что он сказал. Но он собрал их, точнее, Моисей собрал их вместе и выступил с таким заявлением. Люди сказали, «Да, мы Бог большими буквами написал на одной горе «Проклятие», «Смерть», а на другой горе «Жизнь», «Благословение». Да? Вы помните этот момент из книги «Второзаконие»? И Бог сказал, «Выбирайте». Но он также сказал, «Говорю вам прямо сейчас, выберите жизнь, выберите благословение». Он сказал, «Вот, перед вами жизнь и смерть, благословение и проклятие. Изберите жизнь, чтобы жили вы и потомство ваше после вас». Он смотрит в будущее и видит нас, видите? И в чем заключался этот завет? Хорошо, Бог просто перечислил его пункты. У вас не должно быть никаких других богов. Я ваш Бог. Ну а кто есть Бог? Любовь. Бог есть любовь. Любовь это делает. Никто другой не потерпел бы этого. Любой другой Бог убил бы Адама и убил бы змея в том саду. Но знаете, что произошло бы, если бы Бог это сделал? сатана сатана перенял бы его власть, поскольку сатана является отцом лжецов, воров и убийц. А Бог никоим образом не станет мириться с этим. Но подумайте, что делала любовь? О чем думал Бог? Он установил заповедь для того, чтобы подтолкнуть свой народ вместо благословения, нравится им это или нет. И тогда Он, благодаря завету, мог быть их Богом и благословлять их, наперекор дьяволу и его притязаниям на власть Адама. Может ли Бог вновь вернуться на землю и сотворить другого человека? Нет. Его сотворенный человек передал землю дьяволу. Бог отдал землю человеку, а человек взял и отдал ее дьяволу. У него было законное право сделать это. Ему не следовало этого делать, но у него было право на то, чтобы сделать это. И Богу пришлось удовлетворить его выбор. Но Бог сразу же начал прорабатывать план, как забрать власть у дьявола. И он сделал это. Но подумайте над тем, что он сказал. Да не будет у вас других богов. Люди сказали хорошо. Не крадите. Любовь так не поступает. Не убивайте. На самом деле Бог не использовал слово не убить. Он использовал слово не совершать убийство. Не совершайте убийство. Не возжелайте жены ближнего своего. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твою всем разумом твоим и всей крепостью. И вторая заповедь подобна ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. В этом заключаются все десять заповедей. Разве это не то, что сказал Иисус? В этом заключаются все десять заповедей. Поэтому все десять заповедей являются заповедями любви, в которых вы совершаете действия любви, и благодаря чему вы остаетесь под прикрытием благословения, независимо от того, любили вы или нет. Это удерживало вас в благословении и препятствовало дьяволу в том, чтобы растоптать и убить вас. Ведь Бог мог вмешаться и сказать дьяволу, советую тебе убрать руки прочь от этих людей, я с ними в кровном завете, я с ними в завете крови, между нами кровь, и тебе лучше оставить их в покое. И до тех пор, пока люди соглашались и ходили в этом, это работало. Но в конечном итоге они уставали от этого и говорили, нам надоело, мы хотим себе царя, как у всех других народов. И пророк Самуил пошел к Богу и сказал, люди требуют царя, я сказал им нет, я сказал, что это их погубит. Бог ответил, что ж ты прав, так и будет. Но затем добавил, дай им царя. Почему? Что ж, Бог в завете с ними, они попросили царя, и он дал им царя. Он предупредил, это вас погубит. Да, и он был прав. Но с другой стороны, подумайте вот о чем. Получается, что служение Давида никогда не являлось совершенной Божьей волей, поскольку с самого начала это не было Божьей волей, чтобы у израильского народа был царь. Но был человек по сердцу Бога. Он любил Божий Завет, он любил Божий Закон, он любил Его Слово, он любил хранить Слово Божье. Ему нравилось сражаться, стоять на своем, быть человеком Завета и быть сильным. Он родился с этим. И когда он был молодым, в синодальном переводе Библии используется слово белокур. И вам следовало бы изучить это слово. То же самое слово в оригинале используется и в отношении Исава, который был красный. Что ж, Исав был кем угодно, только не белокурым, розовощоким мальчиком. Библия говорит, что он был больше похож на гориллу, чем на человека. Но это слово с оригинала можно также перевести как необузданный, как дикий осел. А почему вы думаете, Давида не было дома, когда Самуил пришел в дом Иесея, его отца? Ему только дай возможность прикоснуться к тому, что хоть как-то связано с Богом, и он тут же теряет голову. Он кричит, орет, сбрасывает себе одежду, бегает по комнате, рвет на себе волосы. Его просто не остановить. И его папа сказал, оставайся в сарай, тупица. Не хочу, чтобы ты был в доме, когда к нам придет пророк. Не смей приходить. Что ж, Давид был послушен, но он был как дикий осел. Как только он оказывается рядом с Богом, то становился неистовым. Что ж, именно этого Бог и искал. Он искал того, кто будет сражаться за этот завет. Аминь. Самуил внимательно разглядывал всех братьев и остановился напротив самого высокого, самого старшего брата. Но тот был трусом. Самуил подошел к нему, но Бог сказал, о, нет, я не хочу этого, нет, давай дальше, я не хочу этого. Он не подошел, хотя он был высокий и красивый. Казалось, что он очень подходит для того, чтобы быть царем. Самуил спросил, у тебя есть еще дети? Иисей ответил, да, наш ослик в сарае. Да, наш младший там, приведите его сюда. Вы думаете, у его папы не перехватило дыхание? Ведь Давид может выкинуть что угодно, он же с ума сходит, только скажи Бог, и он ведет себя как ненормальный, начинает петь песни, прыгать, плясать. И у Давида это так и не прошло. Так и не прошло. После того, как он стал царем, он восклицал и прославлял Бога за благословение, поскольку именно благословение снаряжало его для битвы. Именно благословение помогло ему и его людям убить более чем по 800 божьих врагов за один день. А что касается некоторых из них, Божья сила была такой мощной на них, что они не могли остановить свои мечи в конце дня. Храбрые воины. Аллилуйя. И Давид начал кричать прославлять Бога и сбросил с себя всю свою одежду. Он разодрал свою одежду, сбросил ее с себя. И теперь он, в чем мать родила, выбежал из дворца на улицу. Его жена сказала, это самое вульгарное зрелище, которое я когда-либо видела в своей жизни. Что ж, это она точно подметила. И Боже мой, ей было так стыдно. Она не благословлена. Ей хотелось спрятаться. Она читала его и сказала, это самое вульгарное зрелище, которое я когда-либо видел в своей жизни. Он ответил, женщина, ты еще ничего не видела. Я стану еще более вульгарным. и Бог сказал, оставь парня в покое, пусть танцует. Аллилуйя. Аминь. У Бога был человек, которому он смог пробиться. Давид любил Божьи заповеди. Он любил соблюдать их, стоять перед искушением и плевать ему в лицо. Аминь. Его просто невозможно не любить. Такого человека просто невозможно не любить. Бог сказал, это человек по сердцу моему. Аминь. А затем человек по имени Иисус объяснил это. Он сказал, я храню любовь моего отца. Он свел все эти заповеди к двум. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей и ближнего твоего как самого себя. И вот простой способ как исполнить это. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. И все будет хорошо. И вы можете ходить в моей любви так, как я хожу в любви моего отца. Именно так он жил жизнью свободно от греха. Он исполнял эту заповедь. Именно так он исполнил это. Он просто отказывался нарушать ее. Он был сыном Давида. Он отказывался нарушать Божьи заповеди. Он любил их. Только он обнаружил, как сделать это, не поднимая ни на кого руки, кроме как для того, чтобы исцелить кого-нибудь. Аллилуйя. Что с ним происходило? Благословение изливалось беспрепятственно. Дух Божий двигался в нем без всякого ограничения и без всякой меры. Он просто изливался через него, изливался через него в полной силе. Куда бы Иисус ни пошел, он приносил с собой Эдемский сад. И везде, где его слушали, это вытесняло проклятие из людских тел, из их разума. Это буквально вытесняло смерть из их тел и наполняло их жизнью. Аллилуйя. А затем наступил день Пятидесятницы. Его первый день в должности. Аллилуйя. Вот он, царь царей, Господь Господ, имеющий всю власть на небе и на земле. И что он решил сделать? Пойдем, проявим для кого-нибудь немного любви. Аминь. Ребята, давайте вернемся туда. И он созвал вместе своих ангелов и сказал, мы возвращаемся, Дух Святой готов, ангелы готовы, они помолились, они приготовились перед Богом. И когда наступил день Пятидесятницы, как только наступил день Пятидесятницы, они вернулись на эту планету, и вся ее атмосфера наполнилась этой деятельностью, и это было подобно взрыву и шуму, как от несущегося сильного ветра. и дьяволу пришлось бежать и прятаться. Вся его система разлетелась в дребезги, и прошло долгое время, прежде чем людьми овладел достаточный страх для того, чтобы позволить дьяволу что-то вернуть сюда. И вот мы здесь сегодня. Божья любовь пульсирует в вашем естестве. Сам Бог. Благословение в вас. И Бог призывает нас с вами. На одном человеке достаточно благословения для того, чтобы благословить Эдемским садом всю землю. Только подумайте, что за этим стоит. Только согласно лишь одному опросу среди католиков есть 250 миллионов рожденных свыше, крещённых Духом Святым, говорящих на иных языках католиков. Имейте в виду, мы говорим о католиках. Слава Богу, и мы с Глорией у них проповедовали. Слава Богу. Это было потрясающее время. Они проводили конференцию для служителей в городе Бари, в Италии. И Матео Колизи пригласил нас с Глорией проповедовать на этой конференции для служителей. Аминь. Я ещё никогда в жизни не видел столько католиков, собранных в одном месте, слава Богу. И некоторые из них были в штатском, поскольку они не знали, что я буду делать. И я проповедовал о Божьей любви. Слава Богу. И уверяю вас, сила Божья поднялась и начала двигаться по залу. Там был один человек, который сидел в первом ряду. И в то время я не знал, кто это был. Позднее я выяснил, что он является одним из поверенных лиц Ватикана. И он сидел в первом ряду, но он был в штатском. И поэтому я не знал, кто он. Мой взгляд всё время падал на него, а он всё краснел. Я не мог понять, почему он краснеет. И в конце концов он больше не мог сдерживаться. Знаете, он весь итальянец. Он подскочил и начал кричать. Это самое лучшее, что я когда-либо слышал за всю свою жизнь. Он начинал кричать, он краснел, и на его шее начинали выделяться вены. Боже мой, это просто здорово. И в конце концов я дошёл до конца. А он уже не мог сдерживаться. Он просто подскочил, прибежал на сцену, схватил меня и начал танцевать со мной по сцене. Слава Богу! Это было потрясающее время. И это то время, в которое мы с вами живём, слава Богу. По всей земле рассеяны 600 миллионов крещённых Святым Духом, говорящих на иных языках верующих, о которых мы знаем. И это если не считать верующих в Китае. Это если не считать верующих в странах Азии и в коммунистических странах в азиатском мире. Говорю вам, мы живём и здравствуем. Аминь. И теперь мы узнаём о том, кем мы являемся. А если мы соединим моё благословение с вашим благословением, и с вашим благословением, и с вашим благословением, если мы соединим их все вместе и пройдем по земле, то я хочу, чтобы вы знали, весь ад трепещет от страха. Аминь. Глория, вероятно, помнит эту историю. Если съехать с шоссе и повернуть на улицу, которую ведет к нашему дому на улице Флорентайн, там, где нужно повернуть направо, на парковке всегда стояли продавцы, и они продавали помидоры, дыни и другие овощи и фрукты. И Глория вернулась домой с бумажным пакетом, наполненным маленькими дыньками. Она вошла в дом и сказала, один парень продавал такие красивые дыни, и я просто остановилась и купила полный пакет. Она положила этот пакет на стол, и на самом деле дыни сверху были просто замечательными. Она взяла, вытащила все дыни из мешка, и внизу все они были гнилыми. Я сказал, Глория, что за жулик продал тебе эти дыни? Она ответила, я не знаю, как он это сделал. Он совсем не выглядел таким, когда клал их в пакет. Он должен был быть очень ловким, поскольку Глория быстро подмечает такие вещи. Я попадаюсь на такие уловки чаще, чем она. И вдруг меня осенило. Я увидел, как я это говорю. Бог открыл мои глаза, и я увидел это. Я сижу там и смотрю на происходящее, как по телевизору. Я сделал это. Я был виновен на сто процентов. Я спросила, как давно ты их купила? Она ответила, что ж. Это было всего пару минут назад. Я купил их прямо перед тем, как приехать домой. Я схватил пакет с дынями. Она спросила, куда ты собрался? Я ответил, поеду и скормлю эти гнилые дыни этому жулику. Я скоро вернусь либо с дынями, либо с чими-то волосами. Третьего не дано. Я кипел от злости. Я сел в машину, бросил эти гнилые дыни на заднее сидение и поехал туда. Конечно же, он уехал. Что ж, я сердился всю дорогу домой. Я взял эти гнилые дыни и швырнул их в мусорное ведро. Бог сказал, ты покаялся в этом? Я ответил, нет, я не покаялся. Бог сказал, в этом-то твоя проблема. Он сказал, твой дух полон подобного мусора. Бог сказал, ты не воспринимаешь это как заповедь, и поэтому ничего по этому поводу не делаешь. Что ж, именно в тот момент слово «заповедь» сильно бросилось мне в глаза. Это было много лет назад. Я начал каяться. Я начал очищать этот канал. Я покаялся и сказал, покажи мне. И я покаюсь в этом. И были люди, которым мне пришлось позвонить. И люди, которым мне пришлось написать для того, чтобы покаяться и убрать этот мусор из моего духа. И тогда, слава Божья может изливаться вновь. Что ж, я не знал, к чему мы шли. Но мы пришли. Аминь. Теперь время этому благословению проявиться так, как оно никогда прежде не проявлялось на земле. И вылиться в восхищение церкви. А затем и в тысячелетнее царство Иисуса Христа. Мы пришли к этому моменту. Давайте поговорим о том, что значит ходить в любви. Самое первое, что приходит в голову большинству людей, так было и со мной до тех пор, пока Бог не развил это. А в течение последних нескольких дней это просто взорвалось внутри меня. Так вот, хождение в любви в первую очередь ассоциируется с тем, чтобы реагировать с любовью на этот мир и на других людей. Что ж, безусловно, частично так и есть. Но мы говорим не об этом. Я считал, что это... Говорю вам, я работал над этим. Я серьезно работал над этим. Много лет назад я проповедовал на одном собрании. Это было... Это было... Пожалуй, лет 20 назад. Я молился днем о моем вечернем собрании. Я сидел на кровати у себя в гостиничном номере и просто прославлял Господа. Все было готово. Я знал, о чем Господь хочет, чтобы я проповедовал в тот вечер. И вдруг я просто увидел это. Я увидел это так же отчетливо, как я смотрю на тебя, Марк. Я увидел это. Это было прямо там, передо мной. И я увидел какую-то трубу. Похоже, что она была около 20 сантиметров в диаметре. Или что-то вроде этого. Приблизительно вот такого диаметра. Она оказалась прямо перед моим носом, на расстоянии вытянутой руки. Ее конец был вот здесь. И сама труба, казалось, была около одного метра в длину. И я увидел стремительный поток. В одном конце трубы был бурный поток, и когда я увидел его, он был больше похож на воду. Но посмотрев на него, я знал Духом Божьим, что это была Божья слава. И она исходила с небес. Говорю вам, оттуда изливался могущественный поток под большим давлением. Казалось, что он выходил из пожарного бронзбойта. Он просто бил ключом, и брызги летели во всех направлениях. Но из другого конца этой трубы выходила лишь маленькая струйка. И она ударила мне сначала в нос, а потом по лицу. Как раз для того, чтобы вызвать раздражение. Как водяной пистолет. Понимаете? Ничего. Как будто кто-то направил на вас пожарный шланг, и тут просто еле-еле. Я был раздражен. Я сказал, Господь, что это такое? Он сказал, этот канал засорен. Я спросил, да? Он сказал, да. Он полон мусора. Он полон ила. Бог назвал это илом. Что ж, ил – это очень мелкие частички грязи, которые попадают в реку или озеро, и начинают откладываться в воде, а затем постепенно погружаются на дно. И если в течение нескольких лет с этим ничего не сделать, эта грязь заполнит озеро, и вы окажетесь с ямой полной грязи, которая ни к чему не пригодна. Что ж, я смотрю на этот канал. Я спросил Господь, что это такое? Он ответил, это твой дух. Я спросил, а что в нем? Бог сказал, он полон духовного мусора, который попадал туда по крупинкам до тех пор, пока ты не закупорил его, и моя слава не может течь через него. Я онемел. Я просто сел и смотрел на него. Что? Что ж, теперь я знаю, что Божья слава символизирует собой само главное благословение. Его лишь достаточно, чтобы попасть мне на лицо. Я спросил, а что там за мусор? Что там? Бог сказал, нераскаянное нарушение Божьей любви и законов любви. По одной крупинке в течение многих лет ты обращаешь на это мало внимания или вообще никакого. И в конечном итоге ты засорил свой дух. И Бог сказал, если ты не вычистишь его и не разберешься с этим, то ты на грани того, что твое помазание будет под угрозой и твое служение будет под угрозой. Бог сказал, и я не могу сделать ни в финансовом плане, ни в отношении недостатка, того, что я хочу сделать в твоей жизни в твоем служении. О, я начал каяться. Я начал очищать этот канал. Я покаялся и сказал, ты только покажи мне в чем. И я сразу же покаюсь. И были люди, которым мне пришлось позвонить, и люди, которым мне пришлось написать, покаяться и убрать этот мусор из моего духа, чтобы слава Божья могла изливаться вновь. Что ж, я не знал, к чему мы шли, но мы пришли. Мы пришли. Аминь. Теперь, время этому благословению проявиться так, как оно никогда прежде не проявлялось на земле, и вылиться в восхищение церкви, а затем и в тысячелетнее царство Иисуса Христа. Мы пришли к этому моменту. Запишите это, поскольку вы должны это запомнить. Я хочу рассмотреть этот вопрос. Пусть это будет перед вашими глазами так, чтобы вы могли видеть это до тех пор, пока это не станет очень реальным в вашем сознании. Страх подключает вас к духу страха. Вера подключает вас к духу веры. Вы понимаете это? Вы не можете подключить дух веры к духу страха. Они противоположны. Они несовместимы. Они работают в одной и той же плоскости, но они совершенно противоположны. И одно изгоняет другое. Видите ли? Страх навязчив. Вера кратка и добра. Вера от Бога. И Бог есть любовь. Вера является катализатором любви. Вера это созидательное помазание, которое проникает внутрь законов любви и активизирует их, заставляет их работать и приносит изумительные проявления из невидимой сферы духа и проявляет их здесь, в естественной физической сфере, где они могут использоваться и служить благословением людям. Никогда не используйте людей для того, чтобы получить материальные вещи. Используйте вещи для того, чтобы благословлять людей. Бог любит людей. Он заинтересован в людях. Бога не интересуют машины, самолеты, дома, автобусы и материальные вещи. Его интересуют люди. И именно когда людям нужны машины, когда людям нужен самолет, чтобы куда-то быстро долететь, тогда Бог двигается ради людей. И речь заходит о материальных вещах. Вы следите за ходом моих мыслей? Именно поэтому благословение приносит материальные вещи. Видите ли? Когда Бог сказал, «Свет будь!», Он высвободил окончательную силу, окончательную субстанцию всех материальных вещей. Свет. Свет его славы. Все материальные вещи удерживаются от распада благодаря свету. И давайте откроем первое послание Иоанна, где можно увидеть разъяснение по этому вопросу. Второй стих первой главы первого послания Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение или равное партнерство с нами, а наше партнерство с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, помазанным. Равное партнерство. Апостол Иоанн развеивает представление о том, что у него какие-то особенные отношения с Небесным Отцом и с Иисусом благодаря тому, что он апостол. Апостол Петр говорил то же самое. Он пишет, «Почему вы смотрите на нас так, будто бы наша святость или наше особое призвание делает нас сильными?» «Нет», — сказал он, «вера во имя Иисуса делала его сильным». И позднее апостол Петр пишет, «вам, принявшим с нами равнодрагоценную веру». Хорошо, а где он взял свою веру? Иисус — начальник и совершитель нашей веры. Петр взял свою веру там же, где вы взяли вашу. Вера апостола Петра не отличается от вашей. Он не получил большую порцию веры, а вы маленькую. Мы все получили одну и ту же меру. Писание говорит, что мера веры, которую Бог использовал для того, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, является той же самой мерой веры, которая в вас. Но разница в том, что вы делаете для того, чтобы развить ее. И посмотрите, что еще сказал апостол Иоанн. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него». Вы видите эти слова здесь? «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Что ж, Божье Слово говорит о том, что в любви нет страха. Поэтому страх, должно быть, является тьмой. Да? Бог есть любовь, и в нем нет никакой тьмы, и в нем нет никакого страха. Эврика, не нужно быть профессором, чтобы додуматься до этого. Но это должно натолкнуть вас на мысль о том, что внутри вас не должно быть никакого страха, поскольку любовь Божья излилась в ваше сердце Духом Святым. Аминь. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Это то, что сделает вашу радость совершенной. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем равноправное партнерство с Ним, а ходим во тьме, то вы лжете и не поступаете по истине». Именно по этому поводу Богу пришлось меня так сурово исправлять. Я действовал, я высвобождал мою веру. У меня было откровение о том, что я являюсь сонаследником с Иисусом Христом. И я повсюду проповедовал об этом, в то время, как мой дух был полон тьмы. Так это не работает. И в тот день Бог поставил на этом точку. И я хочу вам сообщить, этого парня не нужно долго упрашивать о том, чтобы покаяться, когда Господь приходит для того, чтобы разобраться со мной, а я вижу, что мой дух засорен. Я имею в виду злой души. Итак, посмотрите. «Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем равноправное партнерство друг с другом, и кровь Иисуса Христа и Его помазанного Сына, Сына Любви, очищает нас от всякого греха, от всего греха». От всего греха. И это произошло со мной в тот день, когда я сидел на кровати в гостиничном номере. Я очистил канал своего духа. И Божья слава пришла. И она проявилась на собрании в тот вечер. И говорю вам, «Все пошло вверх» с тех пор, с тех самых пор. И бывали времена, когда Богу приходило снова со мной разбираться. Я говорил, «О, Боже, прости меня». Я сразу же каялся. Но имейте в виду, вам нужно научиться каяться. Мы не должны просто говорить, «О, Боже, прости меня, прости меня, я такой недостойный, я такой ничтожный, я просто полон тьмы». Да замолчите вы. Никогда больше этого не говорите. Поскольку инструкции к покаянию даны в этой первой главе послания Иоанна. Первым посланием в послании о том, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, является то, как каяться. Это здорово, не так ли? Как ходить во свете, подобно как Он во свете, и хранить себя от греха все время. Вы помните о том, что вы являетесь новым творением. Все древнее прошло. Теперь все новое, и все от Бога, который есть любовь, и который излил эту любовь в ваше сердце Духом Святым. И вы можете ходить в этой любви. Вы можете ходить в этой любви. Я не говорю о том, чтобы просто быть милым, когда кто-то плохо с вами обошелся. Я говорю о хождении в этой любви, в ней, о том, чтобы оставаться с ней и поддерживать ее жизнь внутри вас, и о том, чтобы вы ходили во свете, подобно как и Он во свете, чтобы этот свет сиял все время. И даже если вы проходите долины смертной тени, свет включен, нет никакой смертной тени. Свет прогоняет ее. Поэтому у вас нет никакого страха. Однажды Господь спросил меня, Кеннет, каким глупцом нужно быть для того, чтобы войти в комнату, выключить свет и начать спотыкаться обо все предметы? Я ответил, наверное, таким, как я. Бог сказал, да, поэтому тебе я это и говорю. Аминь. Внутри вас есть Божий свет, но вы все время выключаете его, а затем все время спотыкаетесь. Но вы можете ходить во свете, подобно как Он во свете, и Его кровь очищает вас от всякого греха. Хорошо, а что это дает? Это помогает вам бодрствовать. Это помогает вам не спать, а бодрствовать. Свет включен. Сатане тяжело приходится во свете. Почему? Потому что он является духом страха. А страх зависим от тьмы. Видите ли? В Боге нет никакой тьмы. В нем нет никакого страха. А в страхе есть мучение. И Бог хочет, чтобы в вас не было никакого страха. Вы когда-нибудь засиживались, читая книги почти до поздней ночи. А вокруг вас была тишина. Все остальные спят, и становится очень тихо. Так тихо, что тишину можно услышать. И вдруг вы слышите что-то. Знаете, что сказал бы Джесси Дюплентис? Что это было? И как сказал Крефло Доллар, ни один чернокожий парень не пойдет проверять, что это было. Он сказал, только белый олок решит. Не знаю, но пойду посмотрю. Нет. Белокожий тоже не лыком шит. Знаете, этот человек будет сидеть и думать. Не знаю, что это было, но я туда не пойду. А ты пойдешь? Нет, приятель. Что это было, Джесси? Что это такое? Я не знаю, что это было. Не знаю, и меня не волнует. Твой пистолет заряжен. Пойдем посмотрим. Хорошо, а что если бы вы сидели и читали в 3 часа дня, при дневном свете, и услышали бы такой же самый стук? Вы даже не обращаете на него внимания. Вероятно, вы выглянете в окно и скажете, это собака или кот. А какая разница? И вернетесь к своим делам. Ну, если это 3 часа ночи, почему? На улице темно. В этом вся разница. Страх обитает во тьме. В книге Откровения говорится о всаднике, имеющем лук. Но интересен тот факт, что у него нету стрелы. Вы лишь предполагали, что у этого плохого парня была стрела. У него не было стрелы. У него был только лук. И что он сделает? Будет бить вас им по голове. Но во тьме вы не очень хорошо видите. И смотрите, как сквозь тусклое стекло. Поскольку вы не усовершенствовали любовь в вашей жизни, не изгнали страх и не позволили свету пролиться в этой сфере. И вы видите огромную тень всадника на коне. Во мгле вы видите этого грозного всадника на белом коне. Он натягивает лук. Что ж, вы ни о чем уже не думаете. Ведь у парня должна быть стрела. Верно? Но вдруг кто-то включает свет, и этим всадником оказывается девятилетний мальчуган на пони. Представляете? И вы думаете, надеюсь, этого никто не видел. Аминь. А что бы вы подумали? На дворе ночь. Это праздник Хэллоуин. Полнолуние. И кто-то стучит в вашу дверь. Вы открываете дверь, а на пороге стоит восьмилетний мальчик в костюме привидения. Разве у вас от этого затряслись коленки? Ну, конечно же, нет. Почему? Вы ведь в пять раз крупнее его. Но не это имеет значение. Просто свет включен. А вот если на улице темно, его фигура подсвечена, и он выглядит так, как будто ему не восемь, а как будто он два с половиной метра ростом. Аминь. Пожалуй, я выключу свет на веранде, и не буду никому больше открывать дверь. Просто послушайте меня внимательно. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Поэтому разберитесь с этим, разберитесь с этим прямо сейчас. Не отдавайте этому больше ни одной секунды в вашей жизни. Не разбирайтесь с этим на основании чувства вины. До тех пор, пока присутствует чувство вины, страх активен. Избавьтесь от него. Разберитесь с этим. Совершенная или совершенствующаяся любовь изгоняет страх. И продолжайте работать, продолжайте верить, продолжайте двигаться вперед до тех пор, пока страх не возьмет и не уберется из вашей жизни. Однажды я проповедовал на палаточном собрании. Я не скажу вам, что я сделал, но мне это не понравилось. И, ой, я чувствовал себя отвратительно. Я пошел к Господу и покаялся в этом. И меня это очень беспокоило. День подходил к концу, я туда-сюда ходил по комнате, и в конце концов я сказал, «Господь, я не пойду проповедовать сегодня вечером». Я ничего не услышал. Я повторил, «Сегодня я не пойду проповедовать». Теперь я уже говорю громко в своей маленькой комнатушке. Я сказал, «Я не пойду проповедовать сегодня вечером. Тебе придется найти другого проповедника. Я не пойду туда тыкать пальцем и заявлять, «Так говорит Господь!» Я не пойду туда стоять за твоей святой кафедрой сегодня. Нет, я не буду этого делать». И ко мне пришло слово Господне. Бог спросил, «И почему нет?» Я ответил, «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю, «Почему нет?» «Ты знаешь, почему нет?» Бог сказал, «О чем ты говоришь?» И я снова исповедал свой грех. Он ответил, «Каннет, я узнал о твоем грехе не тогда, когда ты исповедал его». Он сказал, «Именно тогда ты избавился от него». И он сказал, «И это плохо с твоей стороны ходить по этой комнате с чувством вины и обвинять меня в том, что я неправеден и неверен». И я сказал, «Господь, я не хотел». Он сказал, «Открой Библию и прочитай это местописание». «Я сказал, что я верен и праведен не только простить, но и очистить тебя от всей неправды или неправедности». А ты ходишь по комнате и ведешь себя так, как провинившийся пес, стащивший кость. Что ж, я опять покаялся. Я сказал, «Я каюсь в этом, во имя Иисуса». И говорю вам, «Это чувство вины начало давить на меня еще сильнее, чем прежде». Но я сказал, «Прямо сейчас я возлагаю заботу об этом на тебя. Я отказываюсь нести эту заботу. Я отказываюсь принимать эту мысль. Это не моя мысль, я не спровергаю ее. Я пойду и буду проповедовать. А ты можешь делать с этим все, что ты хочешь». Бог сказал, «С чем с этим?» Я сказал, «Что ты имеешь в виду с чем с этим?» Бог добавил, «Я уже дважды об этом забыл». И тогда я понял. Я понял. Бог сказал, «Как только ты используешь свою веру в то, что я простил тебя, и ты начинаешь исповедовать это своими устами, поскольку я сказал так в своем слове, «Как только ты говоришь о том, что ты веришь и принимаешь очищение моей кровью, мой свет включается». Слава Богу. Он сказал, «Тебе придется следить за своей плотью и обновлять свой разум. Но разве любовь Божия не в тебе?» Я ответил, «Да, во мне». Бог спросил, «Разве я не любовь?» Я сказал, «Да, ты есть любовь». Он спросил, «Разве я не Бог?» Я ответил, «Да, ты Бог». Он спросил, «Обитая ли я внутри тебя?» Я ответил, «Да, обитаешь». Он сказал, «Я могу очистить твою память точно так же, как я очищаю мою». Но, сказал он, «Тебе придется принять это верой и начать исповедовать». Этого больше нет в моей памяти. Я активно стираю это из своего сознания. Я отказываюсь помнить это. Кто-то сказал, «Что ж, Копланд, я никогда о таком не слышал». Ну, тогда вам нужно почитать послание к евреям, особенно 10 главу. Там говорится о поклонниках, которые приходят к Богу, не имея никакого сознания греха. Не имея никакого сознания греха. Аллилуйя. Они очищены. Разве Библия не говорит о том, что Иисус очистил нас от греха? Давайте сделаем краткий обзор. Я покажу вам этот вопрос и его развитие для того, чтобы вы могли увидеть его в 43 главе книги пророка Исаии. Послание к римлянам 13.9. Послание к эфесянам 5.8. Первое послание к фессалоникийцам 5.5. 103-й псалом. Все эти места Писания говорят об одном. Вырождены от света. Когда-то вы были тьмой, но теперь вы свет. Облекитесь в оружие света и ходите во свете. Разве это не удивительно? А теперь, 25-й стих, 43-й главы книги пророка Исаии. Я подожду, пока вы найдете это место. Нашли? Я хочу, чтобы вы читали его. Мы прочитаем его очень медленно, слово за словом. 25-й стих. Я. Я сам. Прежде чем я прочитаю это, я хочу, чтобы вы кое-что вспомнили. Блажен или благословен тот, чьи грехи покрыты? Любовь покрывает множество грехов. Да? Это места описания, не так ли? Хорошо. Я. Я сам изглаживаю преступления. Слово «изгладить» означает уничтожить, стереть чернила, не просто перечеркнуть то, что написано. Написанного больше не существует. «Я сам изглаживаю преступления твои». И теперь обратите внимание. «Ради себя самого». Я говорил, «Господь, я неправильно читаю. Я-то думал, что Он делает это ради меня». «Ради себя самого?» Бог ответил, «Да, я очистил мою память от этого. Ради себя самого». Я спросил, «Почему ради тебя?» Он ответил, «Неужели тебе хочется помнить плохие поступки твоих детей?» Я сказал, «Нет». Он сказал, «А что, если бы у тебя была сила полностью забыть то, что они сделали?» Я ответил, «Я сделал бы это сразу же». «Почему?» «Потому что я не хочу помнить этого». Бог сказал, «Что ж, и я тоже». Поймите это. Вы приготовились кричать от радости? Еще немного, и можно будет просто кричать от радости. «Я ради себя самого». «И это воля Божья, не так ли?» «Разве он не сказал, что хочет сделать это?» «И грехов твоих не помяну». «Бог, который есть любовь, обладает сверхъестественной силой стирать вещи из своей памяти. Любовь является великолепным средством для очищения памяти. Ваше сердце излилась та же самая любовь, которой Бог возлюбил Иисуса. Она в вас. Если вы научитесь верой приводить ее в действие, она сотрет из вашей памяти все то, что вы не хотите помнить. Она смоет все воспоминания о любых гадостях, которые кто-либо когда-либо сделал по отношению к вам. И не только это. Она смоет ваши воспоминания обо всех плохих вещах, которые вы сделали по отношению к кому-нибудь другому. Затем Бог сразу же говорит, «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Ты провозглашай для того, чтобы сделаться праведным». Что? Что? «Припомни мне». «Ты только что сказал, что не собираешься помнить». «Припомни мне». Я спросил, «Что ты имеешь этим в виду?» И он сказал мне, «И это до сих пор является одной из самых восхитительных вещей, которую я услышал во взрослом возрасте». Бог сказал, «Кеннет, я предлагаю тебе и всем другим моим детям пробел в моей памяти. А теперь вы заполните его тем, что вы хотите, чтобы я помнил о вас. Припомните мне, провозгласите, и именно это я запомню». Это до сих пор ошеломляет меня. Меня это просто потрясает. Он есть любовь. Он есть сострадание. Он говорит, «Никаких больше воспоминаний. Я вижу лишь мое совершенное чадо прежде создания мира, когда я назвал тебя по имени совершенное во мне». Вот я, милое чадо. Что ты хочешь, чтобы папочка помнил? «О, я такой недостойный, я вообще не заслуживаю твоей любви». Почему ты хочешь, чтобы я помнил это? И вы просто не переставая засыпаете его этими словами снова и снова, пытаясь обманом заставить его что-то сделать для вас. Бога не проведешь, а особенно неверием. Вы оскорбляете крест Иисуса и ожидаете, что он сжалится над вами и исцелит вашу больную спину. Не дождетесь. Но я скажу вам, что работает. Бог является горячим сторонником любви. Когда я говорю, «Я верю, что принимаю мое очищение, мое прощение. Это мое. Этот грязный, противный грех ушел. Я отказываюсь вспоминать о нем». И каждый раз, когда к вам подкрадывается чувство вины, посмейтесь над ним и скажите, «Я не виновен. Я не виновен. Если ты не веришь этому, то пойди и спроси моего небесного Отца. Я не виновен. Пойди и спроси у него, помнит ли он какие-нибудь из моих грехов. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Аллилуйя, я благословлен». Что вы хотите, чтобы он помнил? Боже мой, я хочу, чтобы он помнил, что я верю об урожае. Я хочу, чтобы он помнил, что я благословлен. И помни, Боже, что я за Тебя, а не против Тебя. Помни о том, что я по правую руку от Тебя, слава Богу. Помни о том, что я здесь. Я готов. Я готов идти всякий раз, когда я Тебе нужен. Везде, в любое время, слава Богу, дай мне знать. Я сразу же пойду, слава Богу. Я готов, я готов, я готов. Я как пастор Фред Прайс. Когда я впервые увидел, как проповедует Фред Прайс, он прыгал и бегал по всей сцене. Это был 1975 год. Он бегал по всей сцене и кричал, «Фредди готов!» Кеннед тоже готов. Слава Богу. Я люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей крепостью. Я полон решимости. Я твердо решил быть верным управляющим заповеди любви. Я люблю ближнего моего, как самого себя, и я хожу в любви. 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 Аллилуйя. Это то, что ваш Небесный Отец сможет помнить. Аллилуйя. Есть песня, которую я больше не пою. Вспомни меня при свете свечи. Боже мой. Зайди ко мне, когда будешь проходить мимо Господь. Кумбая. Я буду где-то, не знаю где. Нет. Слава Богу. Я хожу в Его благоволении. Хожу в Его доброте. И в Его любви. Когда жена Патифара пыталась соблазнить Иосифа, он сказал, «Как я могу сделать такое? Твой муж передал мне все свои дела. Он доверяет мне». Тот человек доверял Иосифу и тому благословению, которое было на нем. Иосиф сделал Патифара настолько богатым, что тот уже и не знал, сколько у него денег. Он больше уже не знал, сколько в его доме вещей. Он просто оставил это в распоряжении Иосифа. И его владения расширились. У него было много скота. Он был благословлен во всем. И вдруг его глупая жена пытается соблазнить Иосифа. Иосиф говорит, «Как я могу совершить такой ужасный поступок? Твой муж все передал в мои руки. Да и кроме того, как я могу предать моего Бога?» Иосиф убежал от нее, но она схватила край его одежды, сорвала с него одежду, когда он выбегал из дверей, солгала о нем. И его арестовали и бросили в тюрьму. Он не позволил этому привести его в смятение. Он просто продолжал ходить в любви. Просто продолжал получать благословение. Ему приснились два сна. Бог дал ему сон, а затем подтвердил его. И увидев эти сны, он ни за что не отступился от них. Он был благословлен. И он не дал Богу забыть об этом. У меня был сон. У меня был сон. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Его бросают в тюрьму, а благословение просто начинает превращать ее в Эдемский сад. И начальник тюрьмы увидел это и передал в распоряжение Иосифа всех узников в тюремном корпусе. И затем тюремный корпус начал процветать. Потом в его распоряжение была передана еще большая территория. И вся эта территория начала процветать. И в конце концов начальник тюрьмы передал в его распоряжение всю тюрьму. Это была настоящая египетская тюрьма, приятель. Это вам не шутки. Там нет никаких апелляций. Обычно там заканчивают смертью. В его распоряжение передали тюрьму. И Библия говорит, что эта тюрьма процветала. Начальник тюрьмы ушел в отставку и оставил заключенного, управляя тюрьмой. Но на нем было благословение Господне. И Библия говорит, что Бог был с ним. Ну да, брат Копланд, ведь это же Иосиф. Хочу вам кое-что сказать. Здесь есть кто-то больше, чем Иосиф. И его зовут Иисус. И Бог передал все в его распоряжение. И мы ходим с ним, слава Богу. Никогда не молитесь. Боже, будь со мной. Никогда больше так не молитесь. Молитесь так. Давай, Господь. Мы летим в Анахайм. Аллилуйя. Полетели, Иисус. Давай возьмем власть над этим самолетом на то время, пока мы летим на нем. Ни один террорист не сможет заполучить его. Нет. Нет. Это мой самолет до тех пор, пока мы не прилетим в Анахайм. На это время я являюсь владельцем этого квадратного метра. И мой билет является доказательством этому. Я лечу в Анахайм, и никто не помешает этому самолету долететь туда. Все эти люди работают ради нас с тобой, Иисус. А теперь, служебные духи всемогущего Бога, давайте-ка займите вашу позицию на обоих крыльях этого самолета. Займите позицию впереди самолета, хвосте самолета. И помните 90-й Псалом, в котором мой отец приказал вам нести меня на руках, чтобы я не приткнулся о камень моей ногой. Действуйте! Когда мы с Глорией летали рейсовыми самолетами, мы брали власть над каждым из них. Ты садишься в него с широкой улыбкой на лице. Аллилуйя! Я принимаю самолет в свое служение. Слава Богу! И придет день, когда мне больше не придется летать рейсовым самолетом. Что ж, этот день пришел! Пришел! Аллилуйя! Аминь! Я просто не представляю, как Бог может благословить меня подобным образом. Что ж, Он помнит только хорошее обо мне. Поскольку Он дал мне выбирать, о чем говорить Ему. Что ж, брат Кокнонт, вы хотите сказать, чтобы я шел к Богу и хвастался Ему о себе? Да. Но не заносчивым способом. Нет, нет, нет. Это исповедание веры. Моя вера в Его любовь. Моя вера в Господа Иисуса Христа. Он мой старший брат. Он ходит со мной. И Он говорит со мной. И Он рассказывает мне много всего хорошего. Проводите с Ним время и говорите. Отец, помни это. Помни это. Помни это. Господь, а помнишь, как Ты сказал? Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Я сказал, я благословлен! Я благословлен! Аллилуйя! Слава Богу, я благословлен! Я благословлен! Однажды мне пришла повестка быть присяжным заседателем. Что ж, мне не хотелось идти в суд и тратить впустую целый день. Но затем я подумал, что уж, ладно. Я сказал, Господь, если Ты хочешь, чтобы я поучаствовал и был присяжным, то пусть меня выберут для участия в заседании. Что ж, нас посадили в большом зале для присяжных. Там было много людей. Я взял с собой Библию и все свои вещи. И вот я сижу, читаю, изучаю эту тему. Я сказал, слава Богу! Я был в этом зале уже несколько раз, и меня ни разу не выбирали для участия в заседании. Я приходил, и мне говорили, здравствуйте, брат Копланд. Что ж, однажды я пришел туда, и секретарь подозвала меня к себе и спросила, у вас есть время, чтобы быть здесь? Я ответил, нет. Она сказала, тогда идите домой. Но в этот последний раз я приехал туда и подумал, что ж, я верю... Не знаю, вероятно, Бог хочет, чтобы я побыл в роли присяжного на одном из разбирательств. Ну и, конечно же, меня выбрали. Я узнал, в каком из залов суда я должен быть. Я пошел туда, весь уже приготовился, сидя перед залом суда, и нас все никак не запускали в зал. А мы все ждали, ждали, ждали. Наконец, дверь зала открылась, и присяжных пригласили войти. Мы вошли. Нас усадили в большие кресла для присяжных, и вот идет судья. Он подходит к нам с большой улыбкой на лице. Он сказал, извините за то, что заставили вас ждать, не зная почему, но совсем неожиданно мы закончили это дело. И я почувствовал, что все это неспроста. Я сказал, Господь! И судья довольно долго с нами разговаривал и сказал, я извиняюсь перед вами. Он сказал, вам зачтется то, что вы были в составе присяжных, но вы можете идти домой, если хотите. Я сказал, да, конечно, я так и сделаю. И я вышел на улицу и направился туда, где один из моих помощников должен был подобрать меня на машине и отвезти домой. Я спросил, Господь, что там произошло? Бог сказал, что ж, во-первых, дьявол увидел тебя в составе присяжных и решил, что в этом не будет никакого толка. Что ж, он так решил и сбежал. И как только дьявол убрался оттуда, это разбирательство разрешилось два счета. И эти люди вдруг пришли к согласию. Слава Богу! Аминь! Однажды я летел рейсовым самолетом, и рядом со мной сидел здоровенный парень. Он сквернословил ужасным образом и не умолкал. Он просто говорил всякие гадости. Я сел в свое кресло, посмотрел на него и почти про себя сказал, «Тот, кто во мне, а я являюсь Божьей праведностью, больше того, кто в нем, и заставляет его сквернословить и использовать имя моего отца в суе». И вдруг он посмотрел на меня. Он сказал, «Здравствуйте». Я ответил, «Здравствуйте». И он заснул. Мы еще даже не взлетели. Он откинул голову и прохрапел всю дорогу. Он просто сидел и спал. «И храп не действует на меня так сильно, как действует ругань». Самолет сел, коснулся земли, и когда мы должны были выходить, он проснулся. Он огляделся вокруг и сказал, «Проклятие, это была прекрасная поездка, не так ли?» Я сказал, «Слава Богу». Да, было мило. Он сказал, «Мне очень понравилось с вами лететь». Что ж, наверняка. Ему впервые за очень долгое время удалось заснуть. Но он посмотрел на меня и увидел, что я что-то сделал. Просто он не знал, что именно. Любовь сработает для вас. Что ж, я не знаю, сделает мне Бог что-нибудь или нет. Да замолчите вы. Вы все время напоминаете ему об этом. Вы ведь не хотите, чтобы он это помнил. Нет, нужно, чтобы он помнил. О, Господь! Аллилуйя! Знаешь, именно обо мне ты говорил в твоем слове, где говорится, что если мы верим во имя Сына твоего Иисуса Христа и любим друг друга, как Он заповедал нам, тогда мы имеем уверенность в том, что ты слышишь нас, чего бы мы ни попросили. А когда ты слышишь нас, тогда мы получаем то, о чем просим. Ты помнишь меня? Да, ты написал это мне, не так ли? О, да, я знаю, что ты помнишь меня. Я тот, кто призвал твое имя, а ты исцелил мою спину. Я тот, кто... Ты помнишь меня? Ты помнишь тот день, когда я научился быть благодарным верой? Ты помнишь это? Я тот, кто покаялся. Ты помнишь меня? Да. Да, Он помнит меня. Я скажу вам, кого Он не помнит. Того глупца, который умер 2 ноября 1962 года в городе Литтл-Рокштадт, Арканзас. Вот кого Он не помнит. И я тоже Его не помню. Воскликните Господу. Аминь. Слава Богу. Знаете, сегодня это так же живо в моем разуме, как и тогда, 40 лет назад, когда это произошло. Ко мне просто пришло откровение с небес, что на мою жизнь влияют не только слова веры, которые я говорю в моих молитвах, но хочу вам сказать, что на нее влияют все слова, которые выходят из моих уст. Нет такого понятия, как слова, которые не влияют на вашу жизнь. Иисус сказал, что вам придется дать отчет за все праздные, бездейственные слова, которые выходят из ваших уст. Слава Богу. Вам нужно научиться использовать наполненные верой слова и прокладывать победоносный курс для вашей жизни. Вкладывайте Слово Божие в свое сердце, в свои уста, держите его у себя перед глазами, вкладывайте его в свои уши. И говорю вам, слава Богу, оно осуществится, вне всяких сомнений, поскольку Иисус так сказал. И сегодня мы предлагаем вам заказать для себя нашу книгу. Говорю вам, это просто удивительное Слово с небес, поэтому не отвергайте это. Не отвергайте это послание из-за какого-то религиозного, запутанного учения. Нет. Нет, 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 нет. Иисус уже сказал в своей молитве Отцу, ту славу, которую ты дал мне, я даю им. Аминь. Отец, мы молимся за каждого телезрителя, за всех наших партнеров по всему миру. Твоя слава посреди нас, Господь, и в нас, и изливается из нас, и мы благодарим Тебя за нее. Мы прославляем Тебя за нее. Во имя Иисуса. Аминь. Скажите вслуху, во мне слава Божья. Скажите, я принимаю познание славы и мудрость Божью для того, чтобы использовать и высвобождать ее. Вы сосуд Божьей славы. До завтра. А пока помните, что Иисус Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok